Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал, продолжаем. Продолжаем. Курзер Гинкс 2, квантовый скачок. Находимся в состоянии двух войн, естественно, как мне писали в комментариях, что ну, воевать все умеют, и давай, по-честному играй, никаких войн. Ну, так тогда никакого экшена вообще не будет, и вы же начнёте жаловаться, что ничего не происходит. Если у нас есть клеймы, то мы будем ими пользоваться, искусственный интеллект тоже так делает. При этом у нас всё-таки персонаж с военным воспитанием, и несмотря на то, что я сфокусировал на управлении, это просто чтобы как-то компенсировать то, что я буду строить. Вот, потому что, ну иначе я бы просто, ну, просто копил деньги, использовал их наёмников и захватывал всё вокруг. Ничего не могу с этим поделать. Геймплей тут всё-таки не сильно разнообразится, не так сильно. Так, победа. Оккупировали, замечательно. Так, ну что, мы здесь будем строить в столице что-нибудь? Я думаю, лучше улучшать столицу, это самое правильное решение. Можно было бы скопить побольше денег и начать строить что-нибудь ещё, но я, честно сказать, не уверен, что это будет правильно. Вот, лучше поднимем ещё уровень форта до пятого, почему мы и нет. Хотя, нет, пока же не будем тратить деньги. Вот, стопроцентный счёт, мы победили. Значит, он оказывается в темнице, и теперь мы можем отозвать титул. Это испортит отношения с ним ещё больше, но кому какое дело, правда же? Теперь все его сильные претензии не имеют никакого значения. И мы поступим так, как и должны. Бывший правитель, это вот этот. Соответственно, мы даём ему Тикану Биг Мапура. И после чего передаём ему самое раджество, включая всех вассалов. Вот и всё. Ну, нас, конечно, теперь обожает, просто души в нас не чает, но нам не важно, по сути-то. Нам, по сути, и не важно. Нам не досуг управляться с этой территорией, и закончилась война нашего Сюзерена, и он завоевал кусок Арисы. Давайте теперь посмотрим. Деюре, Ариса. Но у него ещё, конечно, недостаточно земель, чтобы создать Арису, как отдельное королевство. Отдельный титул, но тем не менее. Вот, сейчас дойдём до своих территорий. Распустим войска там. Замечательно, замечательно. Ну, по-хорошему, сейчас самый подходящий момент, чтобы заявить о своих претензиях на Вераджу, и всё, что у нас есть против вот этого мужика. Вот, все клеймы. То есть, Кадалка и Вераджа, вот эти два. После того, как мы их захватим, мы сможем, скорее всего, узурпировать у него его титул, да, потому что у нас будет под контролем 3. Да, я думаю, что так и стоит сделать. Так и стоит поступить. Мы можем сменить фокус на военной, как я и собирался это давным-давно сделать. Да, давайте сменим на военной. Посмотрим, есть ли у нас враги. Нет, у нас нет ни друзей, ни врагов. Так что это совершенно не страшно. Вот, и сколько у тебя сейчас воинов? У него всего 76 воинов, он недееспособный, у него куча претензий, но нас это уже не волнует. Мы будем использовать все клеймы, поднимем всю нашу армию, естественно. Вот, ну он тут собирает какие-то крохи, остатки. Но мы не позволим ему собрать все воедино. Нужно будет осадить вираджа как можно быстрее. Посмотрим, кто-нибудь пришел ему на подмогу. Нет, никто не пришел. Поднялся мятеж. Ему нужно бы помочь. Не мятежнику, а вот этому. Я не могу ему помочь. Не могу предложить ему помощь. Если он сам меня не позовет, то я ничего не смогу сделать. Мне бы очень не хотелось, чтобы он потерял контроль над герцогством, на которой теперь у меня нет клеймов. Хотя я его и передал, но я же его передал, а не потерял. Вот, и поэтому ничего не выйдет. Так, перебили здесь его армию. Дает нам целых 9 военного счета. Мы разделим, я думаю, пополам. Одну поставим на столицу, другую поставим сюда. Должно быть более чем достаточно. Карнизоны везде маленькие. А эти все будем просто оккупировать постепенно, потому что тут уже достаточно крупный карнизон, а вот мы будем оккупировать вот так по очереди. Так, значит, жена говорит нам, что беременна, но этого не может быть. Ага, стало быть, она нам изменяет. Мы не знаем, кто ее любовник, но она нам явно изменяет. Интересно. Да, меня терзают смутные сомнения. Давайте попробуем порасследовать, пораскрывать заговоры, хотя это и не сработает, но мы все равно направим нашего мастера шпиона в столицу, чтобы он разузнал, что же такое. Как я и думал, я не могу быть отцом этого ребенка, и мне сложно спать, мне нужно что-то с этим поделать. Ну, нужно нанять кого-нибудь, чтобы он разузнал. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. В 65 лет оказаться с рогами, это ж надо. Ну, она молода, неудивительно. Вообще, она честная, и как она могла на это пойти, я не верю. В общем, мы наняли служанку, и она ничего не нашла в этом подозрительного. Давайте наймем больше шпионов. Наш персонаж все-таки циничный, и очень благочестивый здесь не сильно помогает, но он циничный, я не верю. С одной стороны, мне лениво, но здесь, конечно, такая важная материя, поэтому будем продолжать расследовать. так, в общем, все шпионы, которых я нанял, ничего в этом подозрительного не нашли, и ничего не узнали. Ну, что ж, получается, это мой ребенок, и теперь она к нам не очень хорошо относится. Хмм. Ну, давайте сделаем ей подарок. Вот и все деньги наши пригодились. Тем временем он продолжает собирать войска, какие-никакие, но это ему не поможет. Поднимем скорость, и посмотрим, посмотрим, как долго еще этот персонаж протянет. Так, тем временем наш внук ему не достает амбициозности. Ну, что это за внук? Это старший. То есть это наш потенциальный наследник. Ну, можем сказать, что это ему подходит. Вообще, наш персонаж сам-то удовлетворенный жизнью, но тут не стоит скажем, что это так не пойдет. К сожалению, он завистливый, что не очень хорошо. Но в целом это так не пойдет. Он же будущий наследник наших земель. Он не должен повторять наших ошибок, довольствоваться малым. Так, ну и вот у нас родилась дочь. здесь у нас уже недостаточно людей, чтобы вести осады. А Махараджи взял и отозвал титул у нашего зятя. Махараджи, ты творишь какую-то невероятную ересь. Желающих тебя убить мы не нашли. Но я думаю, что в таком случае у него осталась сильная претензия, почему я не могу начать фракцию. не могу начать. Значит, мы тогда присоединимся вот к этому мятежу. Просто в отместку. Вот. А тем временем это наш второй внук. Но ему это подходит, потому что он будет вторым кто будет наследовать. Смотрите-ка, здесь собралась достаточно крупная армия, которая пытается вернуть контроль. Но мы однозначно будем ввести осаду быстрее, чем они. Скорее всего. Да, здесь по 6%, а здесь по 14%. Мы намного быстрее возьмем земли. так, что за война? А, как я предполагал, пошли войной на север. Ну вот, замечательно. Скоро времени будет самый подходящий момент, чтобы напасть на нашего Сюзерена и он создал какого-то своего Раджу здесь. Он передал эту землю кому-то своему. А где теперь находится где ты находишься? Почему ты там находишься? А ты где находишься? Что-то я ничего не понял. я могу его позвать ко двору? Конечно, он согласится. Мы позовем его обратно. Так, прибыл. Вот хорошо. Послушай, мальчик, А почему я не могу объявить ему войну? Вопрос. Потому что у меня поднято ополчение. Ну, естественно. Нам нужно заканчивать эту войну как можно быстрее. Слабая претензия. Он умер? В возрасте 20 лет от болезней. Он уже успел умереть. И теперь правит эта девчонка. У нее мы естественно узурпируем титул. Естественно. Так, давай, мужик, сдавайся. Нет, не хочешь. Пока что придется потерпеть. Девочки, сколько лет? Девочки, только два года. Мы всегда успеем. Не переживай. Не переживай, зять, мы разберемся с твоими проблемами. Вернем тебе титул. Так. Значит, к нам к двору прибывал канцлер из Палы. И убедил меня в том, что наш правитель действительно миролюбив и так далее. Это из-за того, что наш персонаж удовлетворен. Нам придется покинуть фракцию. Типа отношения с нами улучшены. Но я сейчас уже и не вижу смысла особенного. Мы выйдем из фракции, но своего все равно добьемся. Так, ну я не знаю. 700 воинов там. Здесь везде большие гарнизоны уже. Здесь 800. Здесь тоже больше 700. Здесь тоже. Ну здесь поменьше. Здесь 500 воинов. Но пока мы будем идти туда, у нас здесь тики уже быстрее пройдут. Тем временем у нас кто-то умер. Кто у нас умер? Управляющий умер. Ну что, мы можем назначить нашего сына. Он хочет стать маршалом. Тем не менее, он самый выдающийся из всех, поэтому мы назначим его. Запретим ему, отзовем его из армии ради этого. Это не такая уж важная война. И отправим его, я не знаю, наблюдать за строительством, а сами тем временем этим самым строительством займемся, пока у нас деньги есть. Пусть наблюдает за тем, как ведется строительство укреплений. А тем временем мы поймали от НАТО, как он мучил крысу за конюшней. Ну, нам сейчас не до того, правда же, мы войной тут заняты, так что некогда с ним разговаривать, пусть занимается чем хочет, короче говоря. Но что-то у него машинского таланта нет совершенно. И хоть мы его и обучаем, а таланта у него абсолютно отсутствует, напрочь. Просто у него базовое значение ноль. это обозначает все на все нам надо дать понять, кстати, наш сюзерем проигрывает войну, причем с потрохами, просто жутко проигрывает. Нам это должно дать понять, что ему совершенно не подходит образование военное, и нам нужно найти ему кого-то другого, кто будет его обучать. интриги, давайте найдем кого-то другого. дуракам искать конечно брать мы не будем в расчет. хотя он хоть и дурак дураком, а все остальное у него подходящее, так что возьмем а он тогда обратится в индуизм, ты что исповедишь индуизм? так сначала заставим его сменить религию закончилась еще одна осада замечательно тут в принципе 76% он уже должен бы согласиться но он не хочет так замечательно сменил религию теперь ты будешь обучать эй почему не получается что за беспредел я говорю обучать будешь агась о все у них проблем замечательно замечательно тем временем у нас остается второй внук который более талантлив в военном деле и его обучением мы будем продолжать заниматься сами уже с большим вниманием ему есть чем гордиться потому что из него вырастет отличный воин а из второго точнее нашего первого внука вырастет черти что тем временем поднялся мятеж эх какие дела творятся а мы все пропускаем но мы сейчас зато неплохо отыграемся на этой девчонке хоть она уже и собрала достаточно большую армию но по ее землям бродит двухтысячная армия и когда война кончится мы сможем получить от этого преимущество так не хочет он соглашаться ни в какую может нам стоит еще еще раз разбить твою армию все ее остатки сбежал ах ты негодяй негодейский негодяй 4 ноября 30 октября он все равно сбежит от нас так в последнее время я все стал бояться что кто-нибудь объявит на меня охоту я подумываю о том чтобы нанять воинов с дуручными мечами и может быть еще телохранитель не помешал бы ну персонаж циничный и ленивый поэтому ну тут не то просто доверчивость здесь не сильно подходит потому что здесь подходит больше вот этот вариант потому что мы не хотим париться по этому поводу но с другой стороны мы в последнее время занимаемся темными делишками так что вот получили паранойку ну ладно параной параной в таком возрасте это не страшно у нас напрочь отсутствует навык дипломатии теперь ну что ж поделаешь так тем временем достигла совершеннолетия наша внучка амбициозная ей нужно кого-нибудь подыскать давайте посмотрим что тут за мятеж он все-таки собрал свой мятеж за бехар давайте посмотрим если у него вот 14-летний мальчик из его родни помолвку помолвку мы заключим помолвку между ним и нашей внучкой смотри линейный не хочешь нет не хочет конечно вот мы сделаем вот так замечательно замечательно тут внезапно образовались независимые какие-то земли или они тут были я не обращал внимания но это не суть важная в данном случае гораздо важнее то что наша война по-прежнему никак не кончится а нам нужно справиться с этой девицей пока не поздно она не да у нее побольше воинов то будет всего 700 правда но тем не менее к тому же наши вассалы становятся все больше и больше недовольны тем что мы делаем что тоже проблема нам придется взять какую-то передышку ничего хорошего да так здесь ребята объединились их можно будет захватить позже так значит наш внук стал справедливым я горжусь мы тоже когда-то были справедливо вроде а может это был другой персонаж так ну что 88 процентов давай блин сдавайся тупень сейчас разделим армия пополам вот и дальше эта пачка пойдет сюда и сюда а эта пачка пойдет сюда и сюда рано или поздно он нам попадется ему просто будет некуда деваться так замечательно тем временем мы получили уникальный опыт сражения на чем мы хотим сфокусироваться на слонах боевых на равнинах кавалерия либо легкой пехоты ну давайте посмотрим что составляет костяк нашей армии нам стоит дождаться конца битвы а мы не можем отжать паузу во время этого давайте посмотрим здесь легкой пехоты не так много здесь у нас в основном тяжелая пехота конница конница довольно много соотношение кавалерии достаточно высокое слоны у нас их нету вот что касается равнин то в принципе здесь везде джунгли джунгли и равнины но наши основные земли это джунгли в основном везде джунгли поэтому давайте возьмем кавалерию замечательно 90% счет может все-таки сдашься он упертый такой упертый просто ты же очевидно проиграл ну очевидно 105 все равно говорит нет у меня все говорит у меня нормально мы сейчас сделаем вот так оккупируем его земли все они согласен вот же болван упертый так ну здесь гарнизон поменьше туда пойдем мы уже потеряли достаточно воинов нас осталось меньше тысяч нам едва хватит этого чтобы вести осады и все равно собирает войска свои вот уже вот же он упертый а ну невозможно очевидно что меня больше так но как я погляжу мятежники побеждают это нам на руку предлагает нам положение какое-то хочет назначить нас маршалом он к нам хорошо относится а мы к нему мы тоже нам же нам же улучшили отношения но у нас нет повода отказаться вот поэтому мы согласимся так и вот случается скандал все-таки она нам изменяла сердце мое разбито с кем с этим а он проклятый соблазнитель привлекательный естественно вот же похотливый засранец мы убьем его а тем временем наша внучка которую заключила помолвку у нее тоже есть любовник тоже соблазнитель чертовы соблазнители бастарда родила надеюсь он помрет так что там с нашей интригой двое готовы нас поддержать это не сильно не сильно много мы найдем еще кого-нибудь здесь слишком хорошее мнение она снова беременна но на этот раз мы точно знаем что это не будет не наш ребенок как бы нам развестись мы не можем можем это будет стоить нам оскорбления но мы все равно с ней разведемся все равно с ней разведемся и найдем себе новую супругу у нас сейчас теперь нам уже все равно я с ней поговорю об этом отлично и она сказала нам как мы можем так и не верить ей и в общем она все это все опровергала но мы-то знаем что у нее есть любовник поэтому я ей не верю ни единого ее слова вот но нам нужно найти конечно теперь новую супругу какую-то для себя естественно но искать мы будем не так давайте дождемся окончания осады это должно будет помочь нам уже закончить эту войну и после этого можно будет вот сто процентов все после этого можно будет заняться заняться наконец-то личными делами и мы можем вызвать его на дуэль замечательно замечательно это то что мы сделаем в следующей серии спасибо что смотрели продолжение следует пока